Всем привет! Мы продолжаем с вами путешествовать по Золотому кольцу Винницкой области. И сегодня нас ждет встреча с самым мистическим замком области. Вообще-то он рекордсмен по количеству привидений, живущих под одной крышей. Заинтригованы? Тогда охотники за привидениями отправляются в путь. Как я уже говорил, Винницкая область рекордсмен в Украине по количеству дворцов. А вот замков практически не сохранилось. Те, что дожили до наших дней, стали частью дворцовых комплексов, мурованных куриловцах-хмельники. Как по мне, это еще интереснее. А самый яркий пример такой фортификационно-дворцовой компиляции находится в селе Иванов Калиновского района. С начала в 15 веке в Янове, так называлось поселение до 1946 года, появляется замок. Возводят его отец и сын династии Мышек, которые после получения земель на Волыне стали именоваться Мышки Холоневские. Именно в Холонове была парадная резиденция семьи, которая была уничтожена во время Первой мировой войны. Замок в Яновском имении после череды разорений долго лежал в руинах, пока за него не взялся один из самых ярких представителей династии Адам Мышка Холоневский и его жена Соломея. Адам, ставший сенатором и получивший дополнительные доходы, решает взяться за благоустройство Яновской резиденции. Граф решил сохранить остатки родового замка и вписать в архитектурный комплекс дворец, который в последующие представители семьи использовали как летнюю резиденцию. Дворец начали строить в конце XVIII века, когда барокко начало сдавать свои позиции, поэтому дворец является прекрасным примером перехода от барокко к классицизму. От бывшего замка осталось три башни и сильно перестроенные ворота, остатки рва и вала. Первый этаж дворца когда-то входил в замковые постройки, о чем говорят множество маленьких комнат и толщина стен до двух метров, глубокие подвалы, с которых когда-то начинались подземные ходы. Второй этаж дворца уже был спроектирован по классической амфиладной системе расположения комнат. Стены парадных залов были украшены шелком, огромными зеркалами, которые везли на санях из Парижа. В левой части дворца располагалась картинная галерея, в которой было 25 портретов представителей династии. По легенде, именно в этой комнате прислуга видела, как в полночь духи 12 панночек спускались с картин, садились в кресло и мирно о чем-то болтали до утра. Компанию им составлял рыцарь в латах, которого неоднократно видели в одной из башен замка. 13 привидений в одном замке, такого не встретишь даже в самых известных твердынях средневековой Европы. Но на этом мистика не заканчивается. На одном из каминов дворца стояли золоченые часы, которые останавливались, если умирал кто-то из представителей династии. Одна из смертей была особенно трагической. На катажине Холоневской загорелось платье от искры камина, и несчастная заживо сгорела. Об этом случае напоминал обугленный шелк обивки одной из гостинных дворца. От мистики левого крыла дворца мы перейдем с вами к святости правого. В котором был свой Ватикан мышек Холоневских. Это фреска, на которой была изображена папская резиденция и собор Святого Петра. Ее создал итальянский мастер по заказу Станислава Холоневского, который учился в богословской школе в Риме, жил в Каменце-Подольском, а когда приезжал в свое имение, останавливался именно в этой комнате. А самым известным гостем дворца стал последний польский король Станислав Август Понятовский, который гостил тут в 1781 году. Славилась и библиотека дворца, более 10 тысяч томов, а также переписка хозяев с поэтами Перси Шилли, Адамом Мицкевичем, Стефаном Витвицким, который родился в Янове и поэзию которого использовал Шопен в своих произведениях. В начале 20 века Холоневские бывали тут только летом. Однако в 1901 году полностью отреставрировали дворцовый комплекс. Приезжая сюда, любили жить в правом летнем крыле дворца, в котором была оранжерея. Местные жители рассказывают о щедрости графа, который женщинам, ухаживавшим за цветами, платил огромные деньги по меркам села, чтобы вода не попадала на наборной паркет комнаты. Из спален можно было попасть на крышу одной из башен, где был устроен мини-сад. Парк усадьбы был небольшим и заканчивался у стен монастыря. Изюминкой парка был 500-летний каштан, вокруг которого были устроены лавочки. В начале 20 века через земли Холоневских была проложена железная дорога. Говорят, что граф бесплатно выделил земли для постройки с условием, что станция будет названа его именем. Прошло столетие, а станция Холоневская существует до сих пор. Видно тоже, что еще одна башня угловая. Ну и за ней начинается уже парковый фасад дворца. К сожалению, он не отреставрирован, так как основной фасад мой. Это большой плюс, с учетом того, что много погибло в садик. Яновская усадьба повторила участь всех дворцов Украины. Она была разграблена, исчезла при перевозке в 1917 году библиотека, которая должна была попасть в Камец Подольский. От полного уничтожения дворец спасло решение создать тут интернат для детей-сирот, который существует до сих пор. Бернардинский монастырь Бернардинский монастырь Построенный в стиле барокко, костел когда-то был известен тем, что его интерьеры были копией одной из капелл Собора Святого Петра в Риме. Сооружался он на средства мышек холоневских и был их усыпальницей. В светское время использовался как склад. Существуют планы по открытию музея в бывших кельях монастыря. А мы прощаемся с Яновым и в завершении сегодняшнего путешествия заглянем в соседнее село Гущинцы, где находится резиденция князей Амбалы Гижицких. Этот дворец – яркий пример типичного усадебного дома середины XIX века, построенного в стиле классицизм. В династии Амбалы к Лазарю хормян по происхождению была родственной грузинским князьям. Иван Лазарев, будучи придворным ювелиром Екатерины II, привез огромный алмаз, который выкупил фаворит императрицы Орлов и подарил ей. С тех пор он украшает скипетеры российских монархов. А Лазарев за это получил графский титул. Во времена строительства дворца в Гущинцах ярко горела звезда самой красивой представительницы династии Анны Амбалы к Боротынской. С портрета кисти Брюлова на нас смотрит светская львица, фрейлина поэтесса, одна из самых красивых аристократок Петербурга. Имение было разграблено во время революции, затем в нем располагалась ПТУ. Сейчас заброшенный дворец тихо умирает. В следующем видео мы познакомимся с вами с копией Мариинского дворца, который до сих пор тщательно скрывает свои сокровища. А я прощаюсь с вами, подписывайтесь и до встречи.